приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о стирке белья поговорим о том как стирка вашего белья способна влиять на вашу жизнь а то же если вы будете выполнить простые правила приметы традиции которые достались нам от наших предков вы действительно сможете всегда быть и в изобилии и в достатке и в благополучии друзья далее все более подробно знаете очень часто возникает у современных хозяек вопрос а в какие дни недели лучше всего стирать белье вещи чтобы не притянуть в свою жизнь неблагоприятные моменты наши бабушки очень внимательно относились ко всему что касалось быта даже если на первый взгляд это казалось не очень важным их наблюдательность привела к тому что появилось много разных народных примет без внимания не осталось и стирка белья вещей так как стиркой занимали возили занимались он в основном девушки и женщины то и народные приметы были связаны с ними они предвещали какой будет их свадьба удачно ли девушка выйдет замуж как сложится у женщины семейное счастье не стоит начинать стирку в дождливую погоду у девушки которая пренебрежет этой народные приметы брак будет неудачным так как дождь предвещает слезы если оставить вещи сохнуть на ночь то вряд ли девушка встретит настоящую любовь да и вообще встретит ли если оставит женщина в семье придут ссоры и разногласия такое действие может также и вместе с бельем притянуть в дом темную сущность которая принесет в рейс вред всей семье если он вздумалась постирать день свадьбы то знаете что жизнь молодоженов будет полна ссор и разногласий если такую стирку запланирует мама кого-то из молодоженов это приведет к семейным конфликтам после свадьбы не стоило стирать белье в первый понедельник на молодой месяц или в субботу так как семье мог произойти разлад прислушиваясь к народным приметам которые нам передались можно узнать что постирать белье в не те дни недели можно разрушить семейные отношения лишиться счастья и благополучия по народным наблюдениям запрещается устраивать стирку на рождество новый год и другие любые церковные праздники так как это будет большим грехом и притянет к вам негатив нарушая это правило можно лишиться здоровья а год будет очень неудачным если это делать на постоянной основе то можно распрощаться с материальным благополучием притянув свою жизнь нищету особое внимание нужно обращать и на дни недели все знают о том что понедельник день тяжелый в этот день начинается рабочая неделя от того как она начнется зависит и то как она пройдет наши предки тоже были такого мнения об этом дне старались не начинать новых дел в этот день они верили в то что если в этот день начать что-то новое то нам будут даваться с большим трудом нужно будет приложить много усилий чтобы потом завершить начатое они в этот день не занимались даже некоторыми обычными делами это касалось и стирки отказ от стирки белья понедельник наблюдался соблюдался нашими с предками достаточно строго этот счет до нас зашло много народных примет поэтому эту домашнюю работу не следует выполнять в этот день прислуживаться к народной мудрости не мешало бы и современным хозяйкам считается что любая тяжелая работа не должна начинаться в понедельник это касается не только стирки постельного белья одежды но и уборки в доме если начать неделю так так то в таких хлопотах пройдет и вся неделя а концу ее энергетическое поле будет ослаблено и это приведет к тому что человек сильно устанет если стирать белье и вещи в этот день то это приведет к тому что при носке вещей будет притягиваться негатив а при отдыхе на таком белье начнутся проблемы со сном сон будет тревожным и даже может одолеть вас бессонница занимаясь стиркой белья в понедельник можно навлечь на себя проблемы в рабочей сфере начнут и преследовать неудачи очень плохо отразится стирка постельного белья и на молодой паре у них возникнет возможность столкнуться с проблемами в интимной жизни появится разногласия которые приведут в итоге к разводу супругом со стажем тоже нужно быть осторожными так как несоблюдение поленедельничного запрета на стирку белья будет испорчено изменами муж может уйти к другой женщине женщинам нарушение запретов грозит такими последствиями появление проблем в личной жизни разногласиями недопониманием со второй половинкой а также изменами супруга ухода мужа из семьи невозможностью выйти замуж незамужние девушки этой домашней работы стоит в понедельник измигать и мужчинам народная мудрость предостерегает женатых и холостых мужчин от такой работы потому что нарушение запрета грозит такими последствиями как начатые или любые другие дела застрянут на одном месте возникнут возникнут неудачи на работе о карьерном росте можно и даже не мечтать появится возможность потери должности могут возникнуть проблемы в поисках новой работы не будет возможности заработать деньги появится финансовые проблемы в семье с такими проблемами может столкнуться и мужчина чья половинка будут стирать белье в понедельник кроме того вещи постиранные в понедельник из-за того что они будут притягивать негатив быстро потеряют внешний вид могут при стирке растянуться или сесть изменится цвет долго служить не будут а когда будут надеваться будут разрушать биополя во вторник стирка может привлечь беды не только к тому кто стирает а и ко всем членам семьи одежда вы странная в этот день может быстро испачкаться к тому же кто ее будут носить может быть подвержен болезням человек будет притягивать нося такую одежду весь негатив извне а если спать на постельном белье которая постирана в такой день то во время сна она передаст этот негатив данному человеку и перекроет его сильные энергетические каналы он уже не сможет притягивать нужной энергии на определенном жизненном этапе а значит и использовать их себе во благо в этот день разрешается стирать только мелкие вещи это носки это нижнее белье фартухи колготы стирку постельного белья и крупных вещей особенно шерстяных можно сделать в другой день иначе это не приведет ни к чему хорошему и на вас обрушатся неприятности и беды среда это благоприятный день для стирки постельного белья любых вещей верхней одежды но если что-либо имеет пятна то в этот день они не отстираются таки останутся на выстиранные вещи что будет притягивать негатив к человеку который будет пользоваться этой вещью что неблагоприятно искажется на многих жизненных аспектах четверг очень удачный день для стирки все что не постираете хран сохранить свою форму цвет будет служить долго и радовать ваши глаза притягивая жизнь радостные эмоции и положительной энергии наделяя человека здоровьем благополучием успехом и финансовым достатком если вы день в этот день вы постираете вещи которые подобрала сильный негатив даже такой даже такой как порча или сглаз зависть вы с легкостью от него избавитесь и он не окажет на вас никакого влияния постельное белье которое постирана в этот день во время сна не только будут наделять вас хорошими энергиями укреплять и восстанавливать ваше биополе но и притянет к вам энергии которые отвечают за счастливые события сон будет красочным приятным вы будете хорошо высыпаться и просыпаться бодрым что поможет вам добиваться поставленных целей и противостоять неприятностям которые могут возникать на вашем жизненном пути пятница запомните это день не для стирки в этот день категорически запрещают стирать особенно это нельзя делать после обеда можно привлечь свою жизнь несчастье и неудачи для женщины это чревато болезнями для незамужней девушки проблемно будут устроить свою личную жизнь она может так и не встретить свою вторую половинку если вы не будете прислушиваться этого правила и стирать пятницу это приведет и к тому что такое действие нарушит энергетику дома наполнит его нехорошими энергиями что будет ощущаться всеми членами семьи если во время того как вы будете стирать в дом придет человек с нечистым сердцем негатив быстро приумножится и все белье ним пропитается что будет притягивать во время его использования неприятные события порой и неприятности от которых невозможно будет избавиться на протяжении долгого периода времени ко всем тем кто с таким бельем или вещами будет контактировать суббота тоже не для стирки в семье где хозяйка нарушает народные приметы муж начинает изменять или выпивать возникнут на этой почве конфликты ссоры скандалы таком доме и не будет материального благополучия постирать такой день детскую одежду очень опасно так вы утратите энергетическую связь с вашим ребенком он будет капризным будет достаточно быстро уставать если подросток может попасть какие-то неприятности и даже обрести серьезные проблемы воскресенье день для отдыха если в этот день заниматься домашними делами в том числе и стирать то ждите денежные проблемы болезни беды если не придерживаться того что в этот день не нужно стирать то возможно даже кардинально изменить свою жизнь не в наилучшем направлении а порой и вовсе и и разрушить так может произойти если ваше биополе ослаблено или находится под чьим-то негативным влиянием вы поможете помочь таким действием этому человеку быстрее на вас повлиять осуществить то что он запланировал и отобрать у вас то что ему было нужно не стоит стирать после захода солнца а тем более оставлять на ночь сохнуть постиранное на улице белье в это время активизируются темные силы как спрятавшись в складках постиранного белья одежды они таким путем попадут к вам в дом а это привлечет большие проблемы со здоровьем в семейных отношениях возникнут финансовые трудности если человек находится на начальной стадии отношений они разладятся следующие которые появятся будут заканчиваться ничем деньги будут уходить из дома если вывесить белье на улицу в новолуние то стирка привлечет жизнь семейные удачи семья потеряет то что чем больше всего дорожит у них появится и нервное расстройство сушить сушите всегда белье только под солнечными лучами так она наполнится положительными энергиями которые будут благоприятно влиять на вашу жизнь нельзя стирать белье и ранним утром пока солнце не встало полностью чтобы не лишиться удачи поэтому самым подходящим временем для стирки белья считается время незадолго до обеда все что не постираете в это время будет вас защищать от негатива а энергетика белья одежды будут защищать и при этом еще и укреплять ваше биополе семья которая будет спать на белье выстиранном в это время будет жить дружно поддерживая друг друга и уважая нельзя при стирке смешивать женскую мужскую и детскую одежду женские вещи стираются отдельно от мужских и детских вещей если перемешать вещи то может отвернуться удача ребенок имеет неокрепшее биополе его одежду нужно стирать отдельно для того чтобы не принести ему вреда если стирает белье незамужняя девушка то это нужно делать осторожно аккуратно чтобы не пролить воду на пол и не встать в нее так как это приведет к тому что ее с ужиной будет выпивать жена которая вручную стирает одежду мужа как бы на энергетическом уровне привязывает его к себе он никогда не будет ей изменять если у вас гулящий муж и вы желаете сохранить семью то чтобы он перестал обращать внимание на других женщин его одежду белье нужно под постирать при лунном свете на убывающую луну в данном случае одежду выкрутите вручную при этом проговорите такие слова больше по сторонам милый не смотри помыслы свои отпусти в семье с этого момента живи и только меня одну люби на руках носи это действие поможет вам сделать так чтобы муж перестал изменять посмотрел на вас другими глазами так вы убережете свою семью май месяц не подходит для стирки одеял покрывал пледов штор занавесок так как можно лишиться удачи в доме и что немаловажно перекрыть денежные каналы если развешивая стиранные вещи вы обнарушили на них рваную дырку то присмотритесь к окружающим вас людям возможно рядом с вами находится недоброжелательный человек среди ваших родственников если такую дырку вы заметили после того как от вас уехали гости это означает что данные люди желают вам зла относятся к вам завистью будьте с ними осторожны если при стирке что-то из одежды вывернулась наизнанку такая одежда сможет защитить вас от сглаза и порчи для тех кто живет частном доме никогда не выливайте воду после стирки на улицу этим действием вы навлечете на семью беды привлечете в дом негатив выливаете воду в определенное место укрыто от посторонних глаз сверху кидайте щепотку мелкой соли так никакой негатив не придет постельные принадлежности желательно менять раз в неделю сейчас есть белье которое не нужно гладить а просто аккуратно сложить после того как она высохнет однако во время глажки ткань наполняется благоприятным для человека энергетикой полезным для его здоровья и сна да и вероятность того что в складках его сохраняться представители темных сил маловероятно а значит никакого побочного вреда не поступит в дом особое место нужно выбирать и для хранения грязных вещей и белья чем дольше хранится такое белье в доме тем хуже его энергетика и тем меньше места для светлых энергий которые будут наполнять ваш дом счастьем радостью успехом и материальным благополучием грязное белье напрямую связано с энергетика человека и чем больше она будет храниться в таком виде тем больше жизненных сил поглотит это может привести к снижению иммунитета обострению заболеваний появится неудачи в жизни также пострадает и материальный достаток корзина с грязным бельем это черная дыра в доме которая будет съедать все лучшее что в нем находится желательно чтобы она хранилась в кладовке или в ванной где есть вентиляция обязательно чтобы корзина была закрыта если нет крышки то накрывать ее салфеткой из натуральной ткани не используйте для хранения грязных вещей стиральную машину если вы так поступаете то вы тем самым отравляете энергетику дома негативом в итоге а такое действие будут страдать все живущие в доме от мала до велика не нужно хранить и грязные вещи в шкафу так как их энергетика передается чистым вещам а это значительно ослабит энергетику чистых вещей одевая которых вы уже не будете так защищены как нужно от негатива извне поэтому стирайте вещи сразу не накапливайте и не нужно будет ни о чем переживать если вы постельное белье использовали хотя бы раз например приезжали гости на целый день постирать его обязательно не оставляйте не стиранным так как на нем осталась энергетика ваших гостей которые будут вносить коррективы в энергетику дома и конечно же в жизни тех кто в нем живет друзья очень важно чтобы использовали эти знания которых я сегодня вам рассказала себе во благо видите народные приметы возникли неспроста для того чтобы обезопасить вашу жизнь от чего-то плохого и сделать ее более счастливой и благополучной ведь не так сложно стирать по правильным дням соблюдая при этом все правила благодаря чему получится жить в гармонии и благополучии с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации но прямо сейчас друзья на экране увидите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которого на интуитивном уровне понравилось больше всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео